Доброе утро! Я Алла Ковальчук и вы у меня на кухне. Сегодня с помощью моей тетради вы научитесь готовить невероятно сытную и потрясающе вкусную тушеную капусту с помидорами. Вы сможете подавать ее не только к обеду или к ужину, но и к праздничному столу. В моей тетрадке этот рецепт появился, когда мне не было еще 20 лет. Но с тех пор вкуснее тушеной капусты, чем эта, я еще не пробовала. Итак, разрезаем капусту на 4 части. Мы шинкуем капусточку и ширина полоски не больше 5 миллиметров. В студенческие годы отправили нас всем курсом в колхоз. Тогда были такие времена. Наша группа собирала капусту и помидоры. Готовили мы сами себе. Никто нам не готовил. Я, конечно, как самая активная и всеумеющая, вызвалась быть старшей по кухне. Но об этом чуть-чуть попозже. Капусту посолите. Одна чайная ложка соли будет достаточно. И хорошенечко разминаем руками. Берем сковородку с толстым дном и высокими бортами. Ставим на маленький огонь и наливаем 3 столовые ложки рафинированного подсолнечного масла. Пересыпаем на сковородку нарезанную капусту. Я использую качественное рафинированное подсолнечное масло, которое идеально подходит для приготовления горячих блюд. С таким маслом ваши блюда будут вкусными и полезными. Накрываем капусту крышкой и оставляем тушиться 5-7 минут. А мы за это время подготовим зажарку. Очистите одну среднюю луковицу и нарежем мелким кубиком. Так вот, ушли все на сбор урожая, а я же осталась на кухне дежурить, готовить. Что готовить? У меня даже вопрос не возник. При таком количестве помидоров и капусты, ну, естественно, больше голубцы. То ли полевой воздух, то ли сердечные дела. Ну, не знаю, что, но я эти голубцы пересолила так, что это просто было рапание голубцы. Положение неисправимо. Берем среднюю сковородочку, наливаем рафинированное подсолнечное масло, 3 столовые ложки. И обжариваем лук до золотистого цвета. Теперь возьмем 3 помидора, разрезаем их пополам. И натираем помидоры, то есть отделяем мякоть от кожицы. Лучок стал прозрачным, отправляем сюда помидорную массу. И жарим на среднем огне, чтобы зажарка не пригорела. Дальше подготовим перец чили. Разрезаем пополам. И удаляем семечки. Перец нарезаем соломкой шириной 3 миллиметра. Ребята вот-вот придут на обед. А у меня на кухне шаром покати. Вышла, села и плачу. И тут слышу голос рядом. Чего ты ревешь? Поворачиваюсь. Стоит такая женщина, платочки, местная. Я ей говорю, так и так. Да не реви. Вытирай свои слезы, я тебе помогу. И она рассказала мне вот этот вот замечательный рецепт с помидором. Добавляем сейчас капусте одну столовую ложку муки. Мука придаст капусте густоты. И сюда же добавляем три столовые ложки рафинированного подсолнечного масла. Благодаря маслу капуста сохранит все полезные вещества и станет еще ароматнее. Очень важно брать подсолнечное масло высокого качества, ведь от этого зависит результат ваших кулинарных трудов. Высыпаем готовую зажарку в капусте. Накрываем крышкой и оставляем тушиться на 20 минут на маленьком огне. Так, добавляем сюда перец чили, который мы нарезали, черный молотый перец пол чайной ложечки и два лавровых листочка. Берем два зубчика чесночка и через пресс выдавливаем в капусту. И протушиваем еще буквально пару минут, все время помешивая. Все мои однокурсники уплетали вот эту вот капусту за обе щеки, а за голубцы никто не вспомнит. Капуста готова, и можем подавать ее на стол. А я снова буду ждать вас через неделю у себя на кухне. В моей тетрадке еще много удивительных семейных рецептов и не менее удивительных историй. До встречи!